Глубко, уважаемые коллеги, с чего начать? На самом деле, тандемное поражение экстракраниальных и интракраниальных сонных артерий достаточно такая редкая проблема. Встречается она в 10-15% случаев всех ишемических инсультов. Однако, до последнего времени, до последних нескольких лет она в случае выполнения системного внутривенного тромболизиса представляла достаточно сложную проблему. И отдаленные, да и ближайшие результаты были очень плохими, как вы понимаете. С появлением эндоваскулярной техники, тромбоэкстракции, выполнение стентирования одномоментного или отсроченного, естественно, эта проблема стала каким-то образом решаться. Однако, несмотря на прогрессивное улучшение тактики вмешательства, техник вмешательства и увеличение исследований, посвященных данной тематике, вопрос об очередности открывания закрытых этажей, а также необходимости выполнения одномоментного стентирования или каротидной эндертероктомии, до сих пор остается открытым. Так, в одном из последних исследований, опубликованных в 2019 году, в журнале Stroke, она была посвящена опросу североамериканских специалистов, занимающихся лечением острого ишемического инсульта. Как раз с тандемным поражением докторам были заданы вопросы ситуационные с прицелом о том, что необходимо таким пациентам выполнять одномоментное стентирование или необходимо. Как мы видим, исходя из графика, определенного какого-то ответа, да, нужно или нет, не нужно, специалисты, несмотря на то, что они находятся примерно в одних условиях с неограниченными возможностями, ответ не смогли дать. В двух других исследованиях, посвященных очередности выполнения ревоскулиризации, сначала открывать шею или сначала открывать интракраниальный бассейн, несмотря на то, что достаточно большое исследование, включавшее порядка 300 пациентов в одном случае и около 100 человек в другом случае, также одни говорят одно, говорят то, что сначала нужно открывать шею, потому что это быстрее ревоскулиризирует интракраниальные отделы, другие же, наоборот, говорят то, что нет. В нашем случае лучше открывать сначала интракраниальные отделы, а затем уже выполнять стентирование или баллонную ангиопластику, изолированно экстракраниальной порцией внутренней сонной артерии. Говоря о тандемных поражениях, нельзя не сказать о проводящемся в настоящее время исследовании Титан, которое производится во Франции. Исследование посвящено результатам, в настоящее время опубликованы промежуточные результаты. Две группы пациентов. Одним пациентом выполняется тромболиз с эндоваскулярной тромбоэкстракцией, одномоментным стентированием. Другой группе пациентов, либо баллонная ангиопластика. Другой группе пациентов выполняется изолированная эндоваскулярная тромбоэкстракция. Как мы видим по результатам, по шкале TICI, которая оценивает проходимость и ревоскуляризацию интракраниального отдела. Практически полная и полная ревоскуляризация в первой группе пациентов отмечена более чем у 2-3 больных. 212 из 105 – полная реканализация. Смертность в первой группе пациентов – 24 из 254 больных. Во второй группе смертность – 18 из 105 пациентов. Однако ревоскуляризация 2B и 3 по TICI значительно меньше, то есть порядка чуть больше 50%. Несмотря на воодушевляющие достаточно результаты, все-таки хочется дождаться окончательных каких-то сведений, для того чтобы уже понимать, что конкретно предпринимать в той или иной ситуации. Что же говорят европейские рекомендации, выпущенные сравнительно недавно, в 2018 году? Опять же, ничего. Потому что как такового ответа на то, что делать после тромбоэкстракции – стентировать сразу же или выполнять какую-то каротидную эндротерактомию или лечить консервативно. Как мы видим, то что все зависит от опыта интервенционного радиолога, невролога, сосудистого хирурга, того человека, который занимается этим пациентом. Но рутинное стентирование, все-таки приходится от него воздерживаться в таких ситуациях. Что делать в случае выбора? Каротидная эндротерактомия или же выполнять стентирование? Ну, наверное, в большей части предпочтения отдается каротидной эндротерактомии. Вернемся в наши реалии. За последний год, за 2018, в Ленинградской области произошло более 6 тысяч инсультов. С момента своего основания сосудистый центр ежегодно оказывает помощь сотням пациентов с ишемическими и геморрагическими инсультами с хорошими результатами. Алгоритм госпитализации достаточно прост. То есть после звонка врача скорой помощи или врача в стационаре, где находился больной, дежурному неврологу пациент доставляется в стационар. Достаточно быстро это сейчас происходит. Есть и вертолет, и на машинах, если это ближайшие районы. После чего производится диагностический минимум для пациентов с ОНМК. То есть выполняется КТ или МРТ, анализы, ультразвуковые исследования брахиоцифальных артерий. В случае наличия ишемических или геморрагических изменений мы сразу же понимаем, что пациент не подлежит никаким дальнейшим манипуляциям инвазивным. И он переводится в палату интенсивной терапии отделения неврологии. В случае наличия тромботической окклюзии на экстракраниальном или на интракраниальном уровне, или все это тандемное поражение, естественно, пациент обсуждается коллегиально совместно с эндоваскулярным хирургом, сосудистым хирургом, неврологом. И принимается решение о выполнении той или иной процедуры. Зачастую это все-таки выполнение тромбоэкстракции. До 2017, даже может до начала 2018 года, нами все-таки применялась больше тактика по одномоментному стентированию в случае выявления тандемного поражения. То есть выполнялась тромбоэкстракция, после чего сразу же одномоментное стентирование выполнялось. После, так скажем, нескольких случаев такого хорошего геморрагического пропитывания зоны ишемии, которая сформировалась после данного вмешательства, мы все-таки решили воздержаться от такой тактики и выполнять такие вмешательства постепенно, если такое, естественно, возможно. Как это выглядит в случае выполнения поэтапно? То есть пациенту на вторые сутки после перенесенного ишемического инсульта и эндоваскулярной тромбоэкстракции выполняется компьютерная томография с целью визуализации наличия очаговых изменений либо геморрагического пропитывания. Если они есть, не дай бог, пациент остается, мы не трогаем его экстракраниальный стеноз, он продолжает лечиться консервативно, ему вводится гепарин, в зависимости от того, в какой ситуации находится пациент. В случае отсутствия значимых очаговых изменений пациенту на третьи-седьмые сутки выполняется каротидная эндертероктомия или стентирование. Ну и дальше он, соответственно, продолжает проведение консервативной терапии. Выбор о том, что нам делать – стентирование или каротидную эндертероктомию. Честно скажу, 50 на 50 у нас это все действует. Иногда, когда, если можно так выразиться, из-за собственной бедности, когда нету стентов, естественно, мы предпочитаем выполнение каротидной эндертероктомии. Если есть стенты, и мы видим, что бляшка потенциально не эмбологенная, с ровной поверхностью, с ровной покрышкой, по данным КТ и МРТ, ультразвукового исследования, подумаем, может быть, сделаем стентирование, может быть, сделаем, ну, трудно сказать. Все зависит очень индивидуально. Обоснование, на наш взгляд, обоснование отсроченного подхода. В первую очередь, нет необходимости в одномоментном назначении двойной дезагрегантной терапии, тем самым снижается риск геморрагической трансформации. Существует возможность к адекватной послеоперационной оценке состояния головного мозга и выбора оптимальной тактики. Снижается риск развития выраженного реперфузионного синдрома в связи с сохраняющимся стенозом. То есть, нет такого большого потока в эту зону, ранее ишемизированную. Конечно, остается вопрос, как же так пациенту нужно делать повторное хирургическое вмешательство, которое любое, мы должны понимать, то, что любое хирургическое вмешательство – это риск. Ну, если так подумать, то рискуем мы чем? Тем, что если мы делаем одномоментно тромбоэкстракцию и стентирование, с высокой долей вероятности мы можем получить большую зону геморрагической трансформации, либо мы можем подождать чуть-чуть и, снизив этот риск, не играть в русскую рулетку, стентируя, не стентируя, делая, не делая, сразу же выполнить в отсроченном периоде на 2-3 дня, чуть позже, если пациент стабилен. И, опять же, не подвергать жизнь пациента опасности. Что касается собственного опыта, перейдем к клиническим примерам. Пациент 70 лет госпитализирован с явлениями ишемического инсульта в бассейне правой среднемозговой артерии с левосторонним гемипарезом. Время начала лечения 150 минут от момента развития негрологической симптоматики. По них 10 баллов. Как мы видим, окклюзия правой внутренней сонной артерии и вышележащих отделов. После выполненной тромбоэкстракции гайдкатетером София 6 френчей получен просвет правой внутренней сонной артерии, правой среднемозговой артерии. Регресс неврологической симптоматики на столе. Выявлена субокклюзия правой внутренней сонной артерии. Это один из тех примеров. Это был 2017 год, по-моему, конец или, может быть, начало 2018 года, когда пациенту одномоментно был установлен стенд. К счастью, никаких осложнений не было. Все прошло благополучно. И сравнительно недавно, буквально, по-моему, в апреле месяце, пациент приходил. Я не стал приводить пример КТ-ангиографии. Мы ему сделали. Но, поверьте, там все проходимо, все хорошо. Никаких артерийсконозов. Пациент рвется для того, чтобы водить машину. Жена не пускает. При выписке степень неврологического дефицита по шкале Ренкин 0. Другой пример. Пациент 63-х лет с явлением ишемического инсульта в бассейне левой среднемозговой артерии. Правосторонний гемипарез, афазия. 180 минут от развития неврологической симптоматики. 14 баллов по них. Значимый стеноз левой внутренней сонной артерии. Тромботическая окклюзия левой среднемозговой артерии. Сначала тромбоэкстракция полученная. Собственно, получен субстрат. Тромбоэкстракция среднемозговой артерии освобождена. Регресс. Сразу же пациент заговорил на столе на операционном. На третьи сутки выполнена эверсионная кротидная амбертерактомия из левой внутренней сонной артерии. При выписке Ренкин 1. И заключительный пример. Также пациент 58 лет. 220 минут от развития неврологической симптоматики. 24 балла по них. Окклюзия максимальной порции внутренней сонной артерии. Значимость стеноз до 80%. Дистальная внутренняя сонная артерия также окклюзирована. Окклюзия передней и среднемозговой. Тромбоэкстракция катетером София. Два пассажа получен просвет передней мозговой артерии. Средняя пока еще окклюзирована. Еще делают два пассажа. Убирают тромбы из среднемозговой артерии. Как видите, тромбы уже такие достаточно хорошие, сформировавшиеся. Здесь, несмотря на то, что вы не видите переднюю мозговую артерию, она есть. Просто работает переток достаточно сильный в среднемозговую артерию. И на третьи сутки также пациент выполнил каротидную эндертерактомию. К сожалению, не делали снимков этой бляшки. Бляшка была фиброзная, без каких-то признаков изъязвления. Обычная атеросклеротическая бляшка, сделанная версионной эндертерактомией. При выписке Ренкин 0. Результаты нашего лечения. Всего за 2018-2019 год 53 эндоваскулярных вмешательства. Сочетание тромбоэкстракции и стента в 10 случаях. И каротидная эндертерактомия в 9 случаях. Регресс нейтрологической симптоматики в 42 случаях. Ренкин от 0 до 3. Летальный исход, к сожалению, в 4 случаях. В 3 случаях связан он с развитием, к сожалению, зоны ишемии. И сохранением выраженной неврологической симптоматики. В одном случае геморрагическая трансформация. В сравнении, то, о чем я говорил в самом начале. Стентировать сразу, не сразу. 16-17 год. 16 таких процедур сделано. Сразу стентирование. Неплохие результаты. Только геморрагическая трансформация. В 3 случаях. И в 3 же случаях летальный исход. В 2018-2019 годах. Один случай сразу стентирование. В 18 случаях отсроченное выполнение данной процедуры. В одном случае геморрагическая трансформация. Но и, к сожалению, летальный исход. Также, что касается результатов лечения. За эти годы удалось сократить время доставки пациентов в стационар. Что немаловажно. Среднее время доставки 151 минута. Баллов по шкале Ренкин. По шкале НИХС от 2 до 30. При выписке в большинстве случаев не превышало по шкале Ренкин 3 баллов. В заключение хотелось бы сказать, что выбор тактики лечения при тандемном поражении сонных артерий должен основываться в первую очередь на временных параметрах развития невероятной симптоматики данных КТ и МРТ-графии. Стентирование экстракраниальных отделов при тандемном поражении является достаточно оправданным и эффективным методом лечения. И отсроченная каротидная эндотероктомия или стентирование, на наш взгляд, является обоснованной и эффективной альтернативой стентированию в острейшей фазе ишемического инсульта после успешно выполнения эндотромбоэкстракции. Спасибо за внимание. Спасибо. Большие вопросы. Спасибо.